Завершился главный старт четырехлетия, 33-й летние Олимпийские игры в Париже. Казахстан на играх представляли 80 атлетов в 25 видах спорта. В общей сложности казахстанцы завоевали 7 медалей. Одну золотую, три серебряных и три бронзовых. По оценке экспертов, на этой Олимпиаде казахстанские спортсмены выступили успешнее, чем в Токио. Напомним, на играх в стране восходящего солнца было завоевано 8 бронзовых медалей. Впервые за историю участия Казахстана в летних Олимпиадах наши атлеты не заработали ни одной золотой и ни одной серебряной медали. На этой Олимпиаде в нашем активе медали всех достоинств. Единственное золото завоевал дзюдоист Ельдос Сметов, который был признан лучшим на планете в категории до 60 килограммов. Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень педестала. Серебро в стране принесли гимнаст Нариман Курбанов, болец грека римского стиля Демио Жадраев и боксер Нурбек Уралбай. В тройку сильнейших на Олимпиаде вошли боксерша Назам Хазайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Садпаев и дзюдоист Гусман Крыксбаев. Нельзя не отметить и тех, кто буквально был в шаге от Олимпийских медалей. В пятерку сильнейших вошли боксеры Сакен Бибоссыны, Мухаммед Сабр Базарбаюла, Айбек Уралбай, а также дзюдоист Кавиба Абужакынова, гимнаст Милат Кареми и скалолаз Амир Маймуратов. Мужская команда по фехтованию на шпаге завершила Олимпийские игры на шестом месте. Борцы гримского стиля Абнур Султан Турсынов и Алимпхан Сыздыков заняли седьмое и восьмое места соответственно. Седьмой результат также показал вольник Алишер Иргали. Амир Закиров занял восьмое место в брейкинге. Боксеры Махмуд Сабрхан, Камшевик Ункабаев, Карина Ибрагимова, Валентина Хальзова, гимнаст Данил Мусабаев, легкотлетка Нора Джерута, танецист Кирилл Герасименко, а также казахстанские лучники заняли девятое место. Завершился республиканский открытый турнир по настольному теннису в ауле Нагильясова. В турнире приняли участие около 140 спортсменов из 10 областей страны. Турнир по настольному теннису на призы компании Абзалыка проводится шестой год. По мнению специалистов, за эти годы значительно расширилась география соревнований. Вырос их уровень. С каждым годом количество все больше и больше приезжает. Уровень участников довольно-таки высокий. Здесь мастера спорта Казахстана участвуют. Члены юношеской национальной сборной, девочки из Туркестана. Основная цель развития сельского спорта радует, что в Казахстане строится центр настольного тенниса стоимостью 2,7 миллиарда тенге. Это даст большой толчок к развитию этого вида спорта. По итогам двух дней состязаний действующий чемпион прошлого года команда Туркестанской области вновь завоевал наибольшее количество медалей 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы. На втором месте спортсмены области 7 медалей. 1 золота, Булат Бакао в возрастной категории 40-49 лет, 2 серебра и 4 бронзы. Далее следует команда Шимкента 1 золота и 2 бронзы. В четверке сильнейших также Тарас с одной золотой медалью. В этом турнире мы принимаем участие в третий раз. Уровень турнира высокий, соперники очень сильные. Призерам турнира были вручены денежные вознаграждения. Галымжан Жемназар, Козу Курпеш Жасыраулы, Жынғыз Абаев, Екебалан Шокенбаев, Телегонал Кызларда.